Сейчас я сниму тебя как-то орёт. Его номер. Закрышивай. Из Нижнего Тагила. Вот на таких высоченных тонах закончилась изначально милая беседа между водителем такси и его пассажиркой о котиках. Казалось бы, милейшее создание, как можно было на такой почве разодраться. А как? Если котик становится зайчиком и проезд свой не оплачивает. То ли жадноватая, то ли просто плохо разбирающаяся в таксомоторных нюансах тётушка решила своего животного компаньона провести в такси инкогнито, не афишируя, не указав во время заказа такси, что он с ней поедет. За это же надо доплачивать. Получился даже не кот в мешке, то есть в сумке, заметьте, не в переноске, а натуральный кот какого-то Гера, Шредингера. То есть кот, он как бы не едет с нами, если судить по заявке. А если за ним начать наблюдать, то он с нами. Такая вот квантовая механика. То есть он сейчас с нами, что ли? Да. А вы знаете, что это дополнительная услуга? Нет, не знаем. Будете знать. Будете знать. На этой стадии, обратите внимание, таксист всё ещё в благодушном настроении, несмотря на то, что пассажирка нарушила правила действующие у этого перевозчика, он всё ещё вполне лоялен и не собирается предпринимать никаких репрессивных мер пресечения. Прямо говорит, что на этот раз довезёт, как есть, и даже не ведёт речь о том, что надо бы доплатить. Просто говорит, в следующий раз будьте внимательнее. И если бы тётушка со своим зайцем просто сказала «хорошо, учту», они бы скучно, благополучно добрались с ним до места. Но нет. Клиентка включила режим сжигания мостов. Когда такси заказываете, дополнительно включаете. Ничего подобного даже не прошу. Никто не против. Полный мест, они меня не занимают. Занимают. Нет, не занимают. У людей может быть аллергия. Цепная реакция от водителя последовала мгновенно. Не надо на меня орать. Я вам не друг. И не какой-нибудь там. Молодой я уже пальцем не верну. Давайте. Давайте. Вперёд. Воскрывайте. До свидания. Платить вам не будет за свидание. Платить должны вы мне платить. Если что, вы мне должны заплатить. 348 рублей вы платите и выходите. Пожалуйста. 348 рублей сумочка остаётся здесь. В итоге денег своих таксист такс и не получил, а в заложниках у него остался пассажиркин пакет с продуктами, который он увёз с собой. Но во избежание обвинений в грабеже поступил с ним, как с забытой пассажиром вещью. Цитата от извозчика по порталу Е1. Получается, меня кинули и не заплатили, после чего я забрал у них пакет с продуктами, и с ценностей там был только старый тонометр. Пусть теперь забирают в полиции. Думаю, будет уроком на будущее, что платные опции не просто так придуманы, в такси и за них нужно платить. Конец цитаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова